Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. 30 залпов за 15 минут. Военные репетируют праздничный салют к 23 февраля. Произведение искусства можно есть. Торты предстали на кондитерском конкурсе механизмами, мультфильмами и цирковыми представлениями. Я вот сейчас сделала карамели где-то на треть больше запаса, потому что пока оформляется, идет отход. Самая полная авторская версия Романа Шолохова ученые презентовали научное издание Тихого Дона. Это больше 10 лет шла сверка. Просто сверка всех при жизни наблюдателей. Выборы президента России должны пройти в спокойной и абсолютно безопасной обстановке. Губернатор подчеркнул это на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка антитеррористической комиссии и оперативного штаба. С 15 марта донская полиция переходит на усиленный режим службы. Охранять правопорядок будут 3,5 тысячи полицейских, плюс 4 тысячи дружинников и охранников. Правоохранители проверяют объекты рядом с избирательными участками, а спасатели сами участки на пожарную безопасность. На миллион консультаций услуг больше, чем в 2016-м. Итоги работы МФЦ в прошедшем году представили на пресс-конференции в Дон Медиа. После того, как многофункциональные центры стали принимать обращения в Росреестр, выросла доля федеральных услуг. Доля федеральных услуг, которые предоставляются на площадке МФЦ, она стала превалирующей. И сегодня она составляет 54%. То есть 54% от всего объема услуг, которые предоставляются в сетке, это услуги федеральных органов власти. Самые востребованные услуги МФЦ – регистрация прав собственности, оформление субсидий для оплаты коммуналки, соцподдержка семей с детьми, получение паспорта и различных справок. Запущен новый проект МФЦ – визитная карточка муниципалитета для развития внутреннего туризма. Идея проекта заключается в том, чтобы любой наш гражданин, любой житель области, либо гость муниципального образования, приходя в многофункциональный центр, мог получать еще какую-то интересующую для него информацию. Понятно, что несколько минут, некоторое время он проводит в МФЦ в ожидании, когда его пригласят в окно, и это время можно потратить с пользой. Еще одно нововведение. Во всех МФЦ создан уголок избирателя, где можно получить информацию о выборах и определиться с местом голосования. Переезд из Сочи в Москву. 33 обезьян сорвался. Целую стаю животных задержали в дороге таможенники. На посту весового контроля трассы М4 Дон был остановлен микроавтобус, пассажирами которого оказались зеленые мартышки, мартышки-гусары и даже пара исчезающих в природе мартышек-дрилов. Плюс 8 носух – американских енотов. Все животные ехали в новую жизнь без необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. Животные находились в клетках и переносках по одной-две особи в каждом отсеке. Как пояснил перевозчик, гражданин России 75-го года рождения, животные перемещались из питомника города Сочи в частный зоопарк в город Москву. Но пожить им временно придется в ростовском зоопарке. Специалисты установят, из каких стран обезьяны привезены в Россию, насколько они здоровы и не противоречит ли их перемещение конвенция о международной торговле исчезающими животными. После чего будет возбуждено административное или даже уголовное дело. Новые авиарейсы в Челябинск и Минводы открыты из аэропорта Платов. 50-местные самолеты «Бомбардье» будут летать дважды в неделю по вторникам и субботам. Вылет в Минеральные воды в 11.30, в Челябинск в 15.20. Время в пути до Уральского города – час. А с 25 марта открывшая рейсы авиакомпания «Ямал» возобновит полеты в Екатеринбург. Громкий и красочный салют прогремит над Донской столицей в День защитника Отечества. Стрелять станут из Суворовского микрорайона, но видно и слышно, результат будет по всему городу. А пока идет артподготовка к празднику. Сегодня в Мясниковском районе провели репетицию салюта. А соль, подсолнух и вегу увидят в небе ростовчане 23 февраля. Речь не о созвездиях. Такие названия носят виды праздничных салютов, а подарят их горожанам в свой праздник военный Южного военного округа. Цвет поддержат звуком артиллеристы 150-й стрелковой дивизии. 122-мм гаубицы будут стрелять холостыми зарядами в течение 15 минут. Будет 30 залпов галочной батареи, холостыми выстрелами, 120-мм к ней. Также будут работать две салютные установки. Они будут выпускать салюты марки 105-мм, это ассоль различных цветов, а также 125-мм и вега. Фейерверочные заряды будут разрываться на высоте 250-300 метров, так что будут видны из любой точки города. А пока военные тренируются, но условия этих тренировок очень похожи на боевые. Мы отрабатываем стрельбу батарейно, то есть по три выстрела каждая батарея производит в течение 20 секунд. Батарея состоит из скольки оружия? Батарея состоит из трех расчетов, по четыре человека. В каждом расчете состоит командир оружия, то есть старший наводчик, замковый и заряжающий. Судя по всему, жителей Ростова ждет красивое зрелище. Если не хотите его пропустить, поднимайте глаза в небо 23 февраля ровно в 9 часов вечера. Иван Полейкин, Андрей Токарев, Дон-24, Мясниковский район. Светятся, вращаются, пускают дым, воплощают мультфильмы и даже поют торты. Чудеса из коржа и крема представили на международный конкурс «Дольские кондитеры». Оценить можно было не только внешний вид продукта. Уменьшенные копии предлагали зрителям на дегустацию. Работа кондитера – праздник по эмоциям, не уступающий по ходу ребенка в цирк. Кондитерский цирк съедобен весь, за исключением механизма, на котором все держится, вертится и мигает. К изготовлению детского шоу-торта всегда особый подход. Малыша нужно удивить именно внешним видом. А свадебный лучше проектировать за год до торжества. Ведь, например, этот шедевр пускает жидкий дым. Часть его держится на несъедобной пузырьковой панели. А карамельные пузыри есть можно, смакуя с каким трудом их выдувал кондитер. Это процесс такой, не совсем простой, немножечко опасный, потому что карамель очень горячая. Можно очень большой ожог серьезный получить. Поэтому тут очень аккуратно надо и очень хрупкая она. Я вот сейчас сделала карамель где-то на треть больше запаса, потому что пока отформляется, идет отход. Инга Литвиненко за 9 лет вывела свой рецепт пломбирного крема. Еще здесь фисташковый крем и бисквит на белом шоколаде. Вообще бисквит использовали большинство донских участников, что и выделила наш регион. Южный регион немножко удивил тем, что я увидела очень много домашнего вкуса, вот так можно сказать. Например, сегодня я попробовала бисквит, такой нежный, который, по-моему, я не пробовала уже очень давно, я пробовала только в детстве. Еще наши кондитеры не боятся экспериментировать. Идут на риск, покрывая торт мастикой и велюром. Во вкусовых качествах очень интересно оценивать какие-то вкусовые сочетания. Например, морковный торт можно сделать в разных вариациях. Очень-очень много тортов встретилось шоколадных. Это самый популярный вкус, наверное, Южного федерального округа. И каждый торт всегда отличается. Любимый мультфильм испекла самая юная участница, 16-летняя студентка кулинарного колледжа. Изюминка ее смешариков – заварной апельсиновый крем. А главное – ручная лепка героев. Девушка старалась сделать их максимально похожими. Этот торт боролся в номинации «Детский именинный торт». Хотя по трудозатратности не уступал другой номинации – торты домашние. У них более кропотливая работа, так как домашние здесь уделяются уже более глубокой технике. То есть это не на потоке, а в редкие доказы, которые нужно шоколад. Судьи оценивали, конечно, вкус, плюс оригинальную подачу и креативность. Продукт должен вызывать вау-эффект, завораживать. Теперь жюри отправятся дегустировать торты в другие регионы, а также в Казахстан и Беларусь. Финал весной в Сочи. Евгения Слинкина, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первое научное издание «Тихого дона» презентовали в Ростове. При жизни Шолохова роман издавался 342 раза, и ни одно издание не учитывало в полной мере творческую волю автора. Чтобы это исправить, Институт мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук проанализировал все версии и создал вариант, максимально приближенный к авторскому. Во время работы над этим изданием ученые выявили больше 4000 разночтений и внесли почти 500 поправок. Каждая из них, как уверяют, имеет научное подтверждение. Также восстановлены фрагменты текста, которые были в первых публикациях и переводах на иностранные языки, а к 1933 году были убраны из романа по идеологическим соображениям. И современный читатель о них не знает. Это больше 10 лет шла сверка. Просто сверка всех при жизненных изданиях. Потом, на каком-то этапе, как раз, когда мы закончили сверку, говорят, давайте будем комментарии писать. Я бы очень жестко сказал, никаких комментариев мы писать не будем, потому что мы к ним еще не готовы. Каждый из двух томов научного издания заканчивается текстологическим послесловием, где подробно описывается работа автора над рукописями и печатными текстами, редакторские и идеологические правки, а также обосновывается выбор основного источника для каждой книги. Этот текст – это не просто научная работа. Это то, что нужно тем людям, которые с сегодняшнего дня получают возможность читать «Тихий дон» в том варианте, в котором его автор оставил, так сказать, в своих трудах. Рукописи романа выкуплены в 1999 году по поручению Владимира Путина и переданы в Институт мировой литературы Российской академии наук. Руководитель института обратился к губернатору, губернатор выделил необходимые средства и благодаря этому союзу появилось издание тысячи экземпляров, двухтомник, «Тихий дон». Полный «Тихий дон» можно будет найти в муниципальных библиотеках Ростовской области. Мария Филинкова, Екатерина Лободина, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова